Добрый день, коллеги, дорогие зрители. Я сегодня расскажу про последние изменения в программах карибского гражданства. В основном я буду говорить об изменениях в сфере добавления иждивенцев в заявления. То есть, кто из членов семьи теперь сможет принять участие. Меня зовут Наталья Ван. Я представляю компанию CS Global Partners. И я хотела сказать пару слов о себе. О том, что я уже работаю в компании пятый год. И когда я пришла в эту компанию, меня поразил подход компании к своему делу. То есть, миссия компании заключается не только в предоставлении качественного юридического сопровождения клиентам для получения гражданства за инвестиции, но также и в развитии экономик стран карибского региона. Мы являемся эксклюзивными правительственными представителями ряда карибских стран, включая самые старейшие известные программы, такие как Санки Циневис и Доминика. Компания британская. И наш главный офис находится в самом центре Лондона. И нас отличает то, что мы проводим, предоставляем, как я уже говорила, для наших клиентов очень качественное юридическое сопровождение для получения гражданства. А также мы работаем очень плотно с правительствами в части развития и улучшения программ гражданства за инвестиции. И помогаем их не только сделать удобными и более привлекательными для инвесторов, но также интересными для самих островов и для развития экономик этих стран, для улучшения качества жизни местного населения. И многие наши клиенты, они гордятся тем, что они не только получили полезный второй паспорт, а также внесли свой вклад в развитие экономико-развивающихся стран. Также мы в CS Global Partners проводим очень качественную внутреннюю проверку на благонадежность для наших клиентов. И это говорит о том, что у нас очень высокий рейтинг одобрений по заявлениям клиентов благодаря тому, что мы изначально можем учесть все нюансы, связанные с заявлением. И также наша плотная работа с правительством, она позволяет нам, дает нам понимание, картину того, что и в каком виде правительство хочет от вас видеть, правительство той или иной страны, как от заявителя. И мы знаем, как подать заявление, как преподнести его с наилучшей стороны, если там есть какие-то вопросы. Поэтому мы работаем с довольно сложными кейсами. Мы говорим на 11 языках, включая русский. Поэтому нашим клиентам с нами комфортно, на каком бы языке они ни говорили или не выбрали его для проведения своего заявления. И также у нас есть широкая партнерская сеть, и поэтому мы можем помочь нашим клиентам с сопутствующими вопросами, такими как, например, организовать консультацию с налоговыми консультантами, подсказать им хороших юристов в family office, или помочь с покупкой недвижимости за рубежом, не только на Карибских островах, но и в Европе. И также мы можем помочь с любыми программами образовательными в Европе, в Великобритании для наших клиентов, для их детей. И мы специализируемся не только на карибских программах, но и на европейских программах, виды на жительство. Одной из популярных программ у нас на данный момент является программа Португалии. И наши достижения, они ежегодно отмечаются различными наградами. И сейчас на экране вы видите список наград, которые мы получили за 2020 год. Несмотря на то, что было довольно сложно работать в условиях, мы просто пересобирали самолет на ходу, и учились все делать дистанционно, без путешествий, без личных встреч в онлайне. И тем не менее, все равно это позволило нам сохранить уровень сервиса и даже его улучшить. И это отмечено рядом наград. Мы получили такие награды, как наш генеральный директор получил награду, лучший генеральный директор, и также эксперт по международному гражданству Майка Эммет. Также мы получили награду лучшая консалтинговая компания в индустрии инвесторской миграции, награду за вклад в индустрию и премию за стратегическое партнерство. Также мы проводим много коллабораций и совместных проектов. Многие из них, наверное, вы встречали. Мы сотрудничаем с таким компаниями, как Ernst & Young, PwC, делаем совместные проекты с Financial Times, Barons. Возможно, вы знаете про ежегодно выходящий рейтинг программ гражданства за инвестиции по всему миру, которые выпускает Professional Wealth Management. Это дочерняя компания Financial Times. И мы всегда принимаем участие в разработке и исследовании этих программ. Также вы можете почитать о нас в известных изданиях на бортах авиакомпаний и в России в таких изданиях, известных как Forbes, Ведомости, Приан. И у нас очень скоро будет совместный вебинар на платформе Forbes. Два вебинара мы проведем с правительствами Сент-Китс и Невиса и Доминики в конце февраля и в конце марта. Поэтому я советую вам подписаться на наши соцсети, каналы, чтобы не пропустить информацию и вовремя записаться на мероприятия. Сейчас на экране вы видите наши соцсети. Также я их скинула в чат. В чате есть мои контакты, телефон, которому привязаны, WhatsApp и Telegram, моя почта, наш сайт русскоязычный. Также вы можете, если убрать ru, да, csglobalpartners.com, будет англоязычный сайт. И все ссылки, которые я скинула в сайт, они кликабельны, поэтому вы можете прямо сейчас нажать и подписаться на наши соцсети. И мы там публикуем много полезной информации, актуальной в индустрии в целом, о различных программах. Также мы часто выступаем на мероприятиях. И вот на экране там лишь небольшое количество компаний, включая наших любимых ВОСКО конференц, где вы можете нас встретить и послушать наши выступления. И перейдем теперь непосредственно к программам гражданства за инвестиции на Карибских островах. И хотелось бы поговорить о том, зачем вообще нужен второй паспорт. Да, для многих наших клиентов второй паспорт – это как запасной аэродром. И, наверное, прошедший год как раз показал необходимость наличия второго паспорта или вида на жительство в другой стране. Потому что мы все, например, в России столкнулись с тем, что люди просто не могли выехать из страны, не имея альтернативного гражданства или вида на жительство. И как раз-таки экономическое гражданство – это тот самый законный и доступный путь для бизнесменов, для инвесторов получить второй паспорт и иметь этот запасной аэродром. И дополнительный паспорт, дополнительный вид на жительство – это дает вам свободу выбора. Выбор, где жить, где вы хотите работать, где хотите покупать недвижимость, какое окружение вы хотите видеть вокруг себя. Соответственно, где бы хотели учить своих детей или учиться сами. И иметь, получать доступ к качественной медицине, к медицинской системе, которая не перегружена. И я запущу небольшое видео о нас, о том, какие ценности мы вкладываем в свою работу. Вы – гражданин мира. Да, мы – да. Как родители мы верны своим семьям и выбираем лучшее для наших детей. Быть гражданами мира означает дать нашей семье возможность испытать жизнь в ее полном объеме. Строить мосты, о необходимости которых мы и не подозревали. Мосты для многих поколений вперед. Иметь возможность быть свободным. Учить наших детей, что они могут стать. Кем захотят. Поставить их на путь, в котором они будут хороши. И иметь силы их отпустить, чтобы увидеть их рост и как они влюбляются. Стать бабушками и дедушками. гордиться семейными традициями. И создавать новые. Потому что лучшие инвестиции, какие мы когда-либо делали, вложения в нашу семью. CS Global Partners. Преобразуем жизни граждан мира. Я думаю, что это видео отлично передает ту свободу, которую получают люди, становясь гражданами мира. И сейчас на экранах вы видите карту, где как раз таки отмечены те самые Карибские страны, о которых мы поговорим. Всего в Карибском регионе пять стран, которые предоставляют гражданство за инвестиции. Они все находятся к югу и востоку от Майами. Туда легко можно добраться прямым рейсом из Лондона или из Майами. Быстрый доступ к этим странам. Между ними также довольно легко перемещаться. При этом самое интересное, что эти страны, они предоставляют самый быстрый и доступный путь к гражданству. Такие страны, как Сан-Китс и Невис, которые существуют с 1984 года, Доминика с 1993 года, и более новые программы. Это Гренада, Антигу и Барбуда и Сент-Люсиа. И все эти страны предоставляют множество преимуществ, включая безвизовые поездки в более 140 стран мира, включая все деловые бизнес-центры мира. В том числе вы можете находиться до 90 дней в полугодии в Шенгене, до 180 дней за приезд в Великобританию. Можете посещать безвизово Гонконг, Сингапур. Гренада дает такие эксклюзивные преимущества, как поездки безвизовые в Китай. Все Карибы позволяют оформить визу в США сразу на 10 лет, что очень удобно для многих клиентов из России. Все они предоставляют дистанционный процесс оформления. И чтобы оформить паспорт, вам не придется никуда ехать. Вы можете собрать документы, находясь в своем городе, переслать их нам, DHL, в Лондон. Мы соберем заявление с вами и уже от вашего лица отправим его в правительство. И одобрение также будет получаться дистанционно. И, соответственно, наши представители получат за вас паспорт и передадут его вам в руки в любом удобном для вас месте. То есть можно получить паспорт, практически не вставая с дивана. Что, конечно, с учетом последних событий очень удобно для нас. Единственное, да, вам собрать документы, и то сейчас там Санки Циневис, например, Доминика, они предлагают онлайн-процесс подачи заявления, получение предодобрения, но физически все равно документы будут необходимо дослать, оригиналы документов для завершения проверки на благонадежность. Все эти страны имеют минимальное налогообложение, и при этом, если вы туда не переезжаете и там не живете, то налоги вы там не платите, соответственно. И позволяет включать в заявление практически уже теперь всю семью, потому что за прошедший год все пять стран произвели просто грандиозные изменения и добавления в программу, и теперь это одни из самых доступных, удобных способов получить гражданство на всю семью, о чем я расскажу подробно позже. Вот. Соответственно, как я говорила, Карибы, они дают дополнительную уверенность для вас, и вам практически больше не придется стоять в очередях за визами. Единственное, да, вот вы можете один раз получить на 10 лет визу в США, например, и 10 лет спокойно ездить, и многие наши и клиенты, и партнеры, да, с которыми я общаюсь, они сами имеют карибский паспорт и проживают, например, вот у нас одни из партнеров сами живут в США, они с сестрой проживают в США, и оформили на всю семью карибский паспорт, и их родители могут в любой момент их навещать и посещать без какой-то, да, необходимости стоять в очередях, получать эти визы или без боязни наткнуться на отказ. Вот, и также вы можете быть уверены, что путешествия вам будут доступны, и в крайнем случае вы всегда сможете выехать из страны, имея альтернативное гражданство. Плюс карибы, они дают еще второй дом в теплой, политической, стабильной стране, да, это хороший вариант на пенсию, многие рассматривают, наверное, одним из таких преимуществ является то, что там сильная медицинская система, и она не была перегружена в момент пандемии, и там минимальное количество кейсов, и очень успешно правительство справились с заболеваниями. И также это очень гостеприимные, теплые страны с потрясающим голубым лазурным морем, белым песком, поэтому там, конечно, жить одно удовольствие. И, как я уже говорила, ехать для получения паспорта никуда не придется. Единственную страну, которую вообще необходимо будет посетить, это Антигу и Барбуда, которые просят посетить в течение пяти лет с момента получения паспорта минимум на пять дней. Все остальные страны не имеют никаких требований по посещению, проживанию, знанию языка или прохождению собеседования. Все, процесс очень такой стрейтфорвард, очень легкий, простой и радостный. И мы здесь специально для того, чтобы этот процесс сделать максимально комфортным для вас. По поводу опций инвестиций. Все карибские страны, они имеют как минимум две опции инвестиций. Это невозвратная дотация в правительственный фонд, то есть вклад в экономику страны. И второй вариант это покупка недвижимости из утвержденного правительством списка. Например, Сент-Люсия также предлагает опцию покупки государственных бандов. но в основном карибы предлагают именно две опции инвестиций. Невозвратная дотация, она начинается от 100 тысяч долларов на одного человека, например, на Доминике. И семья четыре человека, да, дотация обойдется в 175 тысяч долларов на Доминике. Покупка одобренной недвижимости на карибах начинается от 200 тысяч долларов. И сейчас эта опция набирает обороты и все больше привлекает инвесторов. С момента, как вот несколько лет назад туда пришли известные мировые бренды отелей, да, такие как Park Hyatt, Hilton, Кемпинский, Secret Bay и так далее, и они предлагают покупку доли в их отеле, которую через 5-7 лет в зависимости от выбранной юрисдикции и от выбранного варианта инвестирования вы сможете продать и, соответственно, вернуть свои вложения. Но надо помнить о том, что опция покупки недвижимости также требует еще и вложения в правительственный фонд, не такой большой, как невозвратная дотация в случае выбора опции инвестирования в экономику страны, но, тем не менее, такие тоже сборы прилагаются. Вот, и поговорим подробнее о самих программах на примере самых старейших, да, известных программ Сенки Ценевис и Доминики. Вот. Сенки Ценевис, да, предлагает, как я уже говорила, два варианта инвестиций. Это фонд устойчивого роста, где инвестиции начинается от 150 тысяч на одного человека и от 195 тысяч на семью четыре человека. Каждый дополнительный иждивенец будет, стоит добавить его 10 тысяч долларов. Вот. Братьев и сестер, которых с недавнего времени можно добавлять, будет, стоит добавить 20 тысяч долларов. Также можно вкладывать в предварительно одобренную недвижимость. И один, наверное, из самых таких популярных вариантов на Карибах вообще и на Сенки Ценевисе, в частности, это парк Хаят, который уже с 2017 года работает и функционирует. Он уже был полностью распродан, но с момента инвестирования многих инвесторов прошло уже пять лет, и они теперь имеют право перепродать свои доли, что они охотой теперь и делают. Поэтому можно купить уже половину доли за 220 тысяч в парк Хаятя и через семь лет ее, возможно, будет вернуть, продав следующему заявителю. Вот. Немного о фонде устойчивого роста на Сенки Ценевисе. на Сенки Ценевисе. основные нюансы сейчас были в этом видео рассказаны, как я уже говорила, Сенки Ценевис, это старейшая программа гражданства за инвестиции, наиболее популярная, по крайней мере, среди российских клиентов, уж точно, это самый узнаваемый в мире паспорт карибский. Вот. И многие заявители хотят получить паспорт именно Сенки Ценевисе. Там очень хорошая развитая инфраструктура, есть марины, гольф-поля, поэтому это прекрасное место для отдыха, шикарными пятизвездочными отелями прямо на берегу. Также Сенки Ценевис, он известен как платиновый стандарт индустрии, за свою процедуру оформления гражданства, которая наиболее уже отработанная, легкая и приятная для клиентов. также в Сенки Ценевисе есть ускоренный процесс обработки заявления, то есть за буквально 60 дней гарантированно клиенты, которые получили за 60 дней можно получить уже паспорт с момента подачи заявления, как вы его собрали, документы, собрали заявление и мы его отправили в правительство, до момента получения паспорта, за 60 дней за дополнительную плату можно пойти по опции ускоренного процесса оформления, это единственная из стран, кто предлагает такую опцию, и как правило это самый быстрый и прямой путь к получению гражданства, это именно для опции инвестирования в фонд правительственный. Также пару слов расскажу о Доминике, которая также имеет две опции инвестирования, вы видите карту, где находится Доминика среди этих карибских островов, недалеко от Кубы и Доминиканской республики, и важно не путать Доминику с Доминиканской республикой, потому что Доминика это содружество Доминики, карибская сестра Доминиканской республики, вот Доминика, она уже четвертый год подряд занимает первое место в рейтинге программы, программ гражданства за инвестиции по всему миру, согласно журналу Professional Management. Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас на экране вы видите какие есть утвержденные проекты недвижимости, где вы можете купить от виллы до доли в отеле. И перейдем тогда немножко к самому процессу общему, да, то есть я не буду подробно останавливаться на деталях, нюансах программ, потому что в любом случае расчет, он всегда идет очень индивидуально в зависимости от того, кого из членов семей вы добавляете в заявление от их возраста и так далее. Вот, поэтому сейчас вы видите требования к заявителям. Я уверена, что организаторы будут рассылать презентацию, вы сможете подробнее с этим ознакомиться. информация. А также можете посмотреть это у нас на сайте информацию. Я еще раз повторюсь, что я скидывала в чат свои контакты нашей соцсети, наш веб-сайт, и вы можете ознакомиться с этим всем подробнее. Так как времени у нас не очень много, мы пойдем дальше и уже говорим о самом интересном, что за последний год в течение 2020 года очень изменились требования к включению семьи. Если раньше в основном можно было включать только поначалу только детей, потом к этому добавили родители главных заявителей, супруги, естественно, то сейчас все страны предоставляют возможность еще включать братьев и сестер. Сейчас мы посмотрим сравнительную информацию по всем странам, кого можно включать. Супруг супруга или супругу главный заявитель может включить в любой стран. Важно, чтобы это было только одну супругу или супруга можно включить и противоположного пола. Такие требования у всех пяти стран. Что касается несовершеннолетних детей главного заявителя или его супруги, то можно во всех странах включать детей до 18 лет. Сент-Люсия даже позволяет включать детей до 21 года. Что касается совершеннолетних детей, главного заявителя или супруга, то в основном страны позволяют включать детей до 30 лет совершеннолетних и зависит гренада только до 29 лет позволяет включать детей. и в основном разница в том, какие требования к этим детям предъявляются. За прошедший год, например, Доминика и Санки Ценевис сильно упростили эти требования. Теперь дети не обязаны проживать и быть полностью обеспечиваемы главным заявителем. Они просто на Доминике, например, достаточно существенной финансовой поддержки главного заявителя или его супруга супруги. На Санки Ценевисе дети должны быть финансово зависимы от родителей. Сент-Люси, Антигу и Барбудо требуют полного зависимости. Гренада финансово зависимы от главного заявителя или его супруга. Что касается детей-инвалидов, то, например, Санки Ценевис достаточно того, что ребенок имеет справку об ограниченных физических или умственных способностях. На Доминике они должны быть существенно поддерживаемы главным заявителем или супругой. На Сент-Люси, Антигу и Барбуде и также Гренаде они должны быть полностью финансово зависимы, обеспечиваться именно главным заявителем и проживать вместе с главным заявителем. Родители и бабушки и дедушки главного заявителя или его супруга. Наиболее лояльны в этом у нас Доминика и она позволяет включать родителей любого возраста родителей и бабушек и дедушек как главного заявителя так и супруга и они должны быть существенно поддерживаем главным заявителем или его супругу. Что касается сынки Ценевиса там требования более жесткие то есть это могут быть родители старше 55 лет или бабушки и дедушки старше 65 лет и они должны проживать с главным заявителем и полностью быть им обеспечены. На Сент-Люси можно включать только родителей старше 55 лет и они должны быть полностью зависимы от главного заявителя бабушек и дедушек включать нельзя. Антигуи Барбуда разрешает включать родителей бабушек и дедушек старше 55 лет при условии что они полностью зависимы и Гренада позволяет включать бабушек дедушек и родителей любого возраста но они также должны быть полностью зависимы от главного заявителя или его супруги и Доминика только Доминика она еще и позволяет включать супругов родителей или бабушек и дедушек например если они женились второй третий раз и их супруги не являются родными родителями или бабушками дедушками для главного заявителя или его супруги что делает Доминику просто лидером с точки зрения включения старшего поколения братья и сестры это вообще нововведение первым это сделала Гренада разрешила включать братьев и сестер вот и только в прошлом году к ней присоединились Доминика и сынки Циневис и уже под конец года Сан-Люси и Антигу и Барбуда вот значит на Доминики это должны быть старше братья сестры как биологические так и приемные возрасти до 25 лет обязательно они должны быть не женаты и не замужни и не иметь собственных детей вот если дети младше 18 лет то братья и сестры младше 18 лет то необходимо будет получать разрешение родителей либо законных представителей всех лиц кто несет родительскую ответственность сынки Циневис позволяет включать братьев сестер до 30 лет включительно финансово зависимых от главного заявителя холостых и без детей вот и Сент-Люси позволяет включать только братьев сестер только главного заявителя супруги его нельзя включать братьев сестер до 18 лет холостых и с разрешения всех законных родителей или представителей Антигуа и Барбуда разрешает включать холостых братьев и сестер и Гренада также разрешает включать братьев сестер старше 18 лет холостых и без детей включу просто расскажу кто и зачем оформляет гражданство за инвестиции на Карибах и как эти паспорта помогают нашим клиентам это наверное пожалуй самое интересное всегда для наших слушателей познакомьтесь с Михаилом ему 56 лет успешно инвестирует в недвижимость и построил партнерскую сеть по России и в Европе Виктория его жена преподает в одном из лучших университетов Москвы сыну Михаила 19 лет Дэвид обучается в Лондоне он прилежный студент и планирует после окончания найти работу в финансовом секторе Лондона Михаил и его жена хотели бы посещать сына без каких-либо проблем в любое время имея свободный доступ в Европу и Соединенное Королевство проблема в том что Михаил озабочен возможными затруднениями при посещении Англии и Европы в связи с нестабильной политической ситуацией в России и у него просто нет времени чтобы обезопасить себя и найти правильное решение они смогли узнать что карибское гражданство может быть планом Б в случае если в их родной стране случатся политические или экономические осложнения в СИЭС Глобал Партнерс мы предлагаем подходящее решение для семьи Михаила так как семья желает обеспечить себя свободой передвижения и обезопасить от возможных затруднений мы оказали им поддержку с оформлением второго гражданства в федерации Сент-Китс и Невис при этом была использована ускоренная процедура позволившая им получить паспорта всего в течение 60 дней все процедуры до и после подтверждения гражданства были произведены удаленно из Москвы без поездок на острова или в офис СИЭС Глобал в Лондоне теперь Михаил со своей семьей больше не переживают по поводу шенгенских виз или оформления документов для поездки в Европу и Соединенное Королевство являясь гражданами федерации Сент-Китс и Невис они могут оставаться в Англии до 6 месяцев в году посещая Дэвида в любое время Михаил обзавелся не только вторым гражданством но также и защитой на перспективу для всей своей семьи в случае каких-либо нестабильных ситуаций в его родной стране другим кейсом успешно решенным СИЭС Глобал давайте так второй кейс Наталья спасибо давайте уже второй кейс оставим тогда на индивидуальной консультации да вы можете их как раз посмотреть на нашем ютуб канале который вы найдете вот в чате ссылку на канал спасибо огромное на экране мои контакты обращайтесь спасибо до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok